Из-за коронавируса поездки в большинство стран пока невозможны. Но это вовсе не значит, что все путешествия и приключения отложены на неопределённый срок. В условиях закрытых границ отличный стимул для развития получил региональный туризм. Получить массу незабываемых впечатлений, совершить настоящее захватывающее путешествие можно даже не выезжая за пределы родного края, а заодно лучше познакомиться с его природой и полюбить ещё сильнее. Мы вам будем рассказывать об увлекательных маршрутах Хабаровского края. Сегодня мы расскажем о настоящем чуде Хабаровского края – Амурских столбах. Этот памятник природы расположен в 134 километрах от Комсомольска, ниже по течению Амура в районе села Нижнетамбовская на левом берегу. До сих пор не утихают споры о происхождении Амурских столбов. Согласно предположениям, учёных эти скальные образования появились 170 миллионов лет назад в результате деятельности подземного вулкана. Скалы представляют собой гранитные столбы различной формы высотой от 12 до 70 метров. Наиболее известный – это шаман-камень. Он высится над окрестностями, выбиваясь из обычной картины приамурской природы. Если подобраться ближе, то вокруг обнаруживается целый комплекс каменных сооружений. Согласно одной из нанайских легенд, незапамятные времена дочь местного шамана, девушка по имени Адзи, кстати, такое название носит сопка рядом с шаманом, влюбилась в охотника. Отец не дал согласия на брак, и влюблённые сбежали. Шаман, приняв облик медведя, погнался за ними. В смертельные схватки сошлись шаман и охотник, но девушка, не желая допустить смерти любого из дорогих ей людей, с помощью добрых духов остановила время. Так и замерли в скальных изваяниях шаман, девушка и охотник с собакой. На самом деле амурские столбы включают в себя гораздо больше интересных объектов – церковь, стены, чаши, корона и ещё целый ряд живописных каменных монументов. Туристы здесь ожидают потрясающие пейзажи нижнего течения Амура, чистейший таёжный воздух и хрустальная вода родников, покой и умиротворение. А маршрут можно составить в разные сложности для любого возраста и уровня подготовки. Узнать о других маршрутах и интересных местах для путешествий по краю можно на сайте поехали.кхв.ру. Это сборник местных направлений, туров и экскурсий, который так и называется. 20 идей для уикенда и короткого отпуска, если вы живёте в Хабаровском крае. Из него любой желающий может узнать о том, куда можно отправиться в нашем регионе на день или выходные, а также о компаниях и туроператорах, которые помогут вам в этом.